Спасибо тебе, Господь! I believe in miracles. I am a miracle. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I wonder if we could just stretch our hands out to the Father. And just say, Lord, I need you today. I need your presence. I need you, Holy Spirit, to touch my life, to change my life. My hope is in you, Lord. My confidence is in you, Lord. And I welcome all that you want to do in my life today. Speak to my heart, Jesus. And change my life. And change my life. Thank you, Lord. Amen. We give God thanks and praise that we can be with you today. God is the God of signs and wonders. He is still the God that produces signs in the heavens above. And he shows wonders here on this earth. And he shows wonders here on this earth. And all that he did here on this earth is happening in so much greater measure now. I have too many stories to tell. And I have too many stories to tell. But what we have seen in these past few weeks in the nations. But I'm thanking him in advance. But I'm thanking him in advance. For the stories that will happen today. For the stories that will happen today. For the stories that will happen today. Thank you, God. Lord, we give you thanks and praise. We worship you. We are in love with you, Jesus. We thank you and honor your presence that is in this place. We thank you, Holy Spirit. For the release of your mighty power here. Thank you for wisdom from above coming. Thank you, Lord, in Jesus' name. For the eyes of our understanding to receive light. Господь, спасибо за понимание в наших глазах, способность принять твой свет. Thank you, Lord, for encounters with your glory and love. Thank you, Lord, for the eyes of our understanding to receive light. And we worship you. We worship you. We worship you. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Amen. Amen. In Luke chapter 3. In Luke chapter 3. Jesus is about to begin his public ministry. И в то время Иисус начал свое публичное служение. He knew who he was. Он знал, кем он был. He knew what his purpose was. Он знал, какова его цель была. Мы даже видим его двенадцатилетним мальчиком, когда родители его привели на празднование праздника Песох. Когда они возвращались в Назарет, они осознали, что его не было с ними. И они пришлось вернуться на весь путь в Иерусалим назад. И они нашли его в храме. Астounding, что религиозные лидеры были вокруг него. И они спросили, почему ты так поступил? И он ответил, разве вы не знаете о том, что я должен делать дела отца своего? Так что он знал еще в то время кем он был и для чего он пришел. это просто неудивительно для меня подумать, представить что тогда Иисус уже знал, кем он был. И потом, восемнадцать лет в течение следующих восемнадцати лет он жил как бы спрятанным, не проявлялся. Он работал на тяжелой работе со своим земным отцом. И он занимался бизнесом своего земного отца. Он был утаен, спрятан до времени. До определенного времени. Задумайтесь, Господь таился на этой земле. Сейчас таил. Подсказывает. Что он таится даже здесь, в этой общине. Утаивает. Бог утаивает людей. Бог утаивает людей. Бог утаивает и прячет мудрость до определенного времени чтобы потом это было явлено. И здесь, в Луке третьей главе пришла полнота времени для служения Иешуа. И был его брат Иоанн И это было первое время, когда он встретился со своим двоюродным братом. Иоанн был еще в утробе своей матери Елизаветы И Иешуа был в утробе своей матери Марии И они поприветствовали друг друга из утроб И это побудило Марию прийти в дом Елизаветы И Иоанн знал И он выставил свою руку как приветствие В утробе своей матери Елизаветы он возрадовался, возликовал И Елизавета И Елизавета была наполнена Духом Святым Очень благодарен за ваш энтузиазм сейчас Елизавета Елизавета была наполнена Духом Святым И за призвание Иисуса И за их общение с утробой Елизаветы и Иоанной И с утробой Марии и Иешуа поприветствовали И это вот община Это как утроба Где сыны и дочери в этой общине Которых Господь хочет выдвинуть вперед Которых Господь поднимает Новое поколение пробужденцев в Европе Сыновья и дочери Наполнитесь Духом Святым Иисус вошел в воду Для того, чтобы получить крещение Что это означает? Это означает быть погруженным Быть погруженным в покаяние Быть погруженным в любовь Быть погруженным в Дух Святой Быть погруженным в огонь Быть погруженным в тело Мессии Вот о чем крещение Когда Иоанн Креститель увидел Машиаха Когда он увидел Иешуа Он понял Принцип Принцип That the lesser is always blessed by the greater Когда самый низший благословляется высшим И он сказал Это я должен получать крещение от тебя И Иешуа сказал ему эти простые слова Никогда не забывай Every word that comes from his mouth Has an authority with it Какая власть там была в этих словах Has an authority with it Есть власть в этих словах И он сказал эти слова намеренно To be so Так должно быть И это свершилось И когда его крестили Он молился И когда он молился Небеса были открыты Господь мы молимся сегодня For open heavens over Odessa Чтобы твои небеса были открыты Над Одессой Мы молимся прямо сейчас Over this Shabbat service, Lord For an opening of the heavens For angels coming in and coming out Пусть ангелы сходят и поднимаются For new body parts coming Чтобы новые части тела появлялись Arms, knees Руки, колени, глаза Свобода Иисус молился Никогда не сдавайтесь В ваших молитвах Никогда не сдавайтесь Надеяться Никогда не теряйте надежду Он хочет, чтобы мужчины молились И не теряли своего сердца Он хочет, чтобы они везде молились Мы знаем Мы знаем That is what Yeshua is doing Right now То, что Иешуа хочет делать Прямо сейчас He is not Worshipping the Father Он делает Он поклоняется сейчас Отцу Why would he worship the Father? Why? Why would he worship the Father? Зачем бы ему поклоняться Отцу? They are one Они одно Father, Son, Holy Spirit Now, according to the word of God We know what he's doing Но согласно Слову Божьему Мы знаем, что он делает Why he rose from the dead Почему он воскрес из мертвых? He ever lives Он вечно живущий To make intercession Для того, чтобы ходатайствовать He ever lives Он вечно живущий To make intercession For you and I Чтобы ходатайствовать За тебя и меня He is praying Right now И прямо сейчас Он молится For the bride of Ukraine To rise Чтобы невеста в Украине Восстала To rise Поднялась He is praying Он молится И он молился He is praying For Jewish evangelism Он молился За еврейскую евангелизацию Пробуждение He is praying For all evangelism Он молился За все виды евангелизации He is praying For his church Он молился За свою церковь As he prayed The heavens open И когда он молился Небеса были открыты And the Holy Spirit Descend And the Holy Spirit Descendent on Yeshua And the Holy Spirit Rested on Yeshua И Дух Святой Почил на нем Пребывал на нем And then It just seems Incredible to me I can't understand it А потом произошло то Что просто невероятно И не могу этого понять God's ways Are not our ways The Holy Spirit Leads him Into the wilderness Повел его В пустыню To be tempted By the devil For 40 days Сорок дней One translation said He was driven By the Holy Spirit To the wilderness В одном из переводов Было написано Что он был Прямо направляемым Духом Святым В пустыню В ведомым This goes against Our humanistic Concepts About what God Should be like God would never Lead us Into difficult Situations And anyway We all know That the Holy Spirit The perfect gentleman He will only do И он будет делать Только What we want him To do Что мы хотим Чтобы он делал He will not be disruptive Disruptive He will not cause problems Он не устроит проблем нам He will not interfere Он не будет Встревать With my comfort zone В мою зону комфорта He will not interfere With my ideas Of what he should do Он не будет Встревать В моей идее Что я хочу Чтоб он делал He is Lord Он Господь And where the Spirit Of the Lord Is There is freedom There is freedom There is freedom Там свобода Jesus overcame By the word Power Prestige And provision Силу Престиж Обеспечение И власть And then The devil Had to leave him Дьяволу Пришлось Покинуть Его Оставить Его And waited For another Opportunity Later And that opportunity Would come Right before His crucifixion Прямо Перед Его Распятием But when Jesus In Luke 4 When he came Up from the wilderness Но как говорит нам Лука 4 Когда Иешуа Вышел Из пустыни Он вышел Into the Galilee К Галилее With the power Of the Holy Spirit On him В силе Духа Святого На нем Jesus Did not do His ministry In his own power И Иисус Не служил Не совершал Своё служение Своей личной силой Certainly He had His own power Хотя он имел Свою личную силу He could have called Legions of angels Anytime he wanted И он мог призвать Легионы ангелов Тогда Когда бы захотел Но он не хотел Осознанно Служить Только своей силой I can't live Without the power Of the Holy Spirit Я не могу Жить без силы Духа Святого Я даже не хочу Пытаться Вы хотите Прожить свою жизнь Без Духа Святого И только надеяться На свой интеллект На свои дары Если Иисус не делал так То как мы можем делать И когда он пришел И когда он пришел В Назарет Он зашел в синагогу Они почтили его Немножко Выразили почтение И он открыл Исаия 61 И он открыл Исаия 61 Провозглашать свободу Провозглашать свободу Тем, кто в темницах В пленении И открывать двери темниц Для тех, кто связан в узах Мы видим Деяние 10 Мы видим Господь помазал Иисуса Господь помазал Иисуса Он есть Ешуа Хамашиах Он есть Ешуа Хамашиах Он есть Иисус Помазанный И он здесь есть сейчас В этой комнате И он высвобождает это помазание И его помазание идет И противостоит всякому давлению Его помазание выходит Против всяких уз Его помазание выходит Против всяких заболеваний и болезней Алли-Лу-Я 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 Сила всякого давления Она сломлена Да, он всемогущий Алли-Лу-Я Повернись к своему соседу и скажи Что он всемогущий Он всемогущий Аминь И в то время как я провозглашал Что ярмо всякого давления Разрушено Я должен сказать вам сейчас Я хочу увидеть это полностью сокрушенным в этом месте здесь Но я молюсь прямо сейчас, Господь За эту нацию, за Украину За тех, кого ты любишь Пусть ты высвободишь свое помазание Которое разрушит всякое бремя и ярмо Что ты разрушишь всякое давление, Господь И мы молимся о новом движении Духа Святого здесь в Украине Иисус двигался в служении С посредством силы Духа Святого И вся Галилея видела И его веру видела вся Сирия Спасибо, Господь, за твой знание И снова идти в Сирию И спасибо, что Господь Твоя слава наполнит Сирию снова И за три коротких года Он ходил в силе Духа Святого здесь на земле Это тридцатилетний еврейский мужчина Он не пришел отменить закон Он пришел исполнить его И он отпраздновал, он сохранил все праздники И последний праздник, празднование Суккота Враждебная толпа, которая хотела убить его Дух Антихриста Который выступает против помазания И люди интересовались, покажет ли он, проявит ли самого себя В последний день Великого праздника Суккота Он сказал Всякий, кто жаждет Можно, чтобы на клавиши вышел Клавишника можно пригласить Выйдите, поиграйте, пожалуйста Взывались громким голосом И он сказал Взывая Каждый, кто жаждет Пусть придет и пьет И когда он проговорил Дух Святой Был излит Так что это было пророчески И он пророчествовал Чтобы Дух Святой был излит Кто желал бы, чтобы Дух Святой излился на Него сегодня Свежий 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 И потом В этой горнице В верхней комнате Когда он последний раз праздновал Песох Здесь Он не просто праздновал Песох Он стал этим Песохом Он стал этим Пасхальным Агнцем Непорочный Агнец Божий Чтобы забрать все грехи этого мира Но он был со своими учениками в этой верхней комнате в горнице И он праздновал Песох с ними И он обратился к ним Я не покину вас без Отца Я приду к вам Я пошлю вам другого Утешителя На греческом это слово звучит как параклитос Тот, кто рядом Тот, кто ходит на вашей стороне Когда он пришел Когда он придет, он обличит Он подтвердит Он дисциплинарно Проявится Он будет вести Он будет направлять Во всякой истине Он сказал им Есть нужда, чтобы я ушел Но я вернусь снова И он готовил их, подготавливал До своего распятия И даже после того, как он воскрес из мертвых Он снова начал обращаться к ним Сорок дней и до пятидесятого дня Омера И он сказал им И он сказал им Идите в Иерусалим Оставайтесь там Оставайтесь там Молитесь там Пока Пока Дух Святой не придет Пока вы не примете эту силу Силу, чтобы быть моими свидетелями Силу, чтобы быть моими свидетелями В этом месте сегодня Мы просим тебя О новой пятидесятнице Мы просим тебя, Господь О наших семьях О наших детях О наших сыновьях и дочерях Мы просим тебя Господь, мы просим О сынах и дочерях Украины Мы просим О твоей церкви О твоих свидетелях Здесь, на земле Мы просим тебя О свежем движении Духа Святого Мы просим тебя И мы молимся За это место сегодня О свежей силе, Господь Мы молимся сейчас Во имя Иисуса И если у вас есть желание Встаньте на ваших местах Просто протяните руки к Отцу Он добрый отец И он дает дары добрые Своим детям Не обвиняйте его ни в чем Не выпрашивайте ничего Просите Не выпрашивайте, но просите Like a son or a daughter Ask your father What you need If you need healing Right now If you need more of Holy Spirit Right now Receive it Больше Духа Святого Прямо сейчас Принимайте это Прямо сейчас Прямо сейчас Прямо сейчас Прямо сейчас Here it is Right now Вот оно Прямо здесь Дай исцеление, Дух Святой Давай свое присутствие Спасибо, Господь Спасибо, Отец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok